Так, друзья, сегодня будем готовить макет визуализации оформления наружной рекламы в фотошопе. Способ очень интересный и рекомендую взять на заметку особенно начинающим дизайнерам. Мы будем работать со смарт-объектами. Очень крутая штука. Смотрите, я уберу все лишнее, кроме вывески. Вывеску мы оставим, она уже готова, мы пока не трогаем. Итак, рисуем прямоугольник произвольной формы. Приблизительно так, как он будет в дальнейшем на фасаде. Два раза нажимаем на иконку, выбираем цвет. Окей, белый. Правой клавишей преобразовать в смарт-объект. Есть. Заходим в него, указываем размер. Изображение. Размер изображения. У нас ширина указана в сантиметрах. Можем поставить миллиметры, кому как удобно. Ширину выбираем 915 миллиметров. Высоту 2750. Есть. Изображение. Выбираем режим CMYK. Объединяем слои. Нам нужен только один фоновый слой. Сделаем его фоном. Правой клавишей выполнить сведение. И сохраняемся. Ctrl-S. Закрываем. И видим белый фон. Почему? Потому что наш объект увеличился после смены размера. Ctrl-T. Свободная трансформация. Ширину ставим, например, 5%. Выбираем замочек сохранить пропорции. Уменьшаем так, как у нас в дальнейшем будет расположен баннер на стене. Есть. Заполняем наш смарт-объект контентом. У меня заготовлен файл. Я его уже подготовил. Сейчас я его открою и перенесу все надписи и тексты на наш смарт-объект. Нажимаем на иконку смарт-объекта два раза. И заходим в него. Заполняем наш макет информацией. Какой посчитаете нужным. Есть. Опять Ctrl-S. Сохранить. Закрываем. И смотрим, что у нас получилось. Вот наш готовый баннерок. То же самое делаем с правой стороной. Рисуем прямоугольник. Выбираем белый цвет. Преобразовываем смарт-объект. Заходим в него. Задаем нужный размер. Есть. Снова режим SMIC. Выполнить сведение. Сохранить. Закрыть. Редактирование. Свободная трансформация. Ставим 5% замочек. И подгоняем приблизительно под размер, как он у нас будет в дальнейшем расположен. Снова заходим в смарт-объект, чтобы заполнить контентом. Делаем надписи. Задаем цвет нашего баннера. И так далее. Я перемещу уже готовое, чтобы сэкономить время. Сохраняемся. Ок. Закрываем. Закрываем. И наш второй баннерок тоже готов. С окошками внизу мы поступаем так же. Рисуем прямоугольничек под размер окна. Как будет наклеена пленка. Белый цвет. Преобразовать в смарт-объект. Заходим в него. Задаем размер. Задаем размер. Ширина 55. Высота 59. Выполнить сведение. Смик. Сохраняем. Закрываем. CTRL-T. 5%. Замочек. И подгоняем снова код. Размер нашей двери. Снова заходим. И добавляем туда какую-то картинку. Ну, например, вот эту. Увеличиваем, как нам нужно. Я обычно склеиваю слои. Убираю все лишнее, чтобы файл весил немного. Сохранить, закрыть. Есть готовый. С правой стороны окно будет таких же размеров, как с левой. Чтобы не тратить много времени, я перетащу эту картинку снова на макет. И переведу в смарт-объект. Захожу в него и добавляю сюда другую картинку. Прямо поверх. Склеиваем слои. Выполнить сведение. Сохранить, закрыть. Уменьшаем в размере. Накладываем на нашу дверь. Есть файл готов. Последний смарт-объект, который у нас остался, это центральная дверь. Есть. Мы подготовили с вами макет. Далее этот макет можно отправить заказчику. Я делаю принт-скрин с помощью программки LightShot. Очень прикольная программка, кстати. Очень удобная. Отправляем заказчику. Есть. После того, когда заказчик утверждает, мы оформляем фасад. Для чего нам все это нужно? У нас есть один файлик, в котором находятся все наши редактируемые макеты. Мы не создаем целых пять картинок для того, чтобы потом их редактировать. У нас есть одна картинка, но с возможностью редактирования. Если нам нужно отправить в типографию картинку, мы ее сохраняем с отдельным названием. Например, баннер правый. Вот наш файлик. Мы его вытащили из нашего макета. Отправляем его в типографию и получаем готовый баннер. Все, друзья. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк. Пока.